Привет дорогой зритель, привет подписчики. Сегодня я буду рассказывать о таких замечательных защитных очках от компании Xiaomi. Эти очки были выпущены под суббрендом Roidme. Данный суббренд занимается разработками в сфере автомобильных технологий. Так как я являюсь активным автолюбителем, то мне было интересно посмотреть, что же новенького компания Xiaomi нам предоставила. Но как оказалось, эти очки не просто гаджет для водителя, но и отличное средство для защиты, в принципе для любого человека. Давайте сегодня максимально подробно рассмотрим, что же это за девайс, кому он подойдет, из чего он сделан и стоит ли он своих денег. Для начала поговорим об упаковке. Те, кто не видел распаковку, сейчас немножко про нее расскажу. Упаковка сделана из высококачественных материалов, она очень красивая, стильная, и поэтому если выбираете какой-то необычный подарок, то данные очки будут очень-очень классным вариантом для того, чтобы сделать приятное своему дорогому, близкому, любимому человеку. После того, как вы снимете крышку, вы увидите, что забота о клиенте у Xiaomi в принципе на первом месте, и это видно из того, какой мягкий поролон здесь используется для защиты. Потому что при транспортировке очки в принципе линзами всегда соприкасаются с данной крышкой. Так что молодцы Xiaomi, что предусмотрели этот вариант. Когда я увидел этот QR-код, я подумал, что возможно на эти очки можно будет закачать прошивку, ведь все-таки Xiaomi позиционируется как компания, которая делает умные гаджеты. Но это оказалось не что иное, как реклама китайской социальной сети WeChat, поэтому можете даже не сканировать, ничего интересного вы там не узнаете. Очки находятся в безопасном посадочном месте, они не люфтят в нем, они плотно сидят, поэтому здесь тоже никаких претензий и нареканий. Также в комплекте у вас будет комплект сменных дужек, комплект сменных носоупоров. Размеры носоупоров разные, есть поменьше, есть побольше, это видно из рисунка и посадочного места под носоупоры. Там у нас находится логотип Roidmi. Как они крепятся, я покажу позже. Также огромный респект компании за то, что позаботилась о том, чтобы эти очки подошли на, в принципе, нос любого человека. А то обычно бывает так, что продукция Китая рассчитана только на китайцев. Также в комплекте будет два вида дужек. Первый вид это спортивный, второй это классический. Спортивный оснащен вот такой прорезиненной вставкой для того, чтобы они плотнее сидели на голове, плотнее цеплялись за уши и для того, чтобы не соскакивали с головы при, например, занятий спортом, либо активных каких-то действиях. Классические дужки идут глянцевые, вот такого вот формата. Не знаю, мне, честно говоря, они не очень понравились. Я как-то скептически отношусь к такому виду глянца. Может быть, кому-то понравятся классические и кто-то будет носить. Мне, например, больше нравятся спортивные. Ну, а спортивные дужки выглядят вот таким вот образом. Они идут матовые, с вот такой прорезиненной вставкой, которая приятная на ощупь. И она действительно позволяет очкам плотно сидеть на голове. В целом, анатомия очков сделана выверенно. И они, даже если вы будете сильно болтать головой, не будут у вас соскакивать, соскальзывать. Это очень удобно. Ну и к тому же, по поводу удобства, хотелось бы сразу сказать, что я пользовался этими очками несколько дней подряд в течение целых суток, практически не снимая. И у меня не было проблем с дискомфортом. Поэтому здесь все действительно выверенно и сделано качественно. Отдельной похвалы заслуживает вот такой вот кейс. Мало того, что он прочный, так он еще и содержит в себе... Можно в него прятать тряпочку. А еще и посмотрите, если его вот так вот аккуратно сложить, то он становится вот таким вот маленьким, практически незаметным. То есть он очень тоненький, и его можно спокойно транспортировать. Если вы захотели спрятать сюда очки, просто раскладывайте, делайте вот такие упоры, и вуаля, вы можете сюда спрятать очки. Причем сюда можно спрятать не только эти очки, но и какие-то другие. Например, если вы пользуетесь солнцезащитными. Я, кстати, пользуюсь солнцезащитными очками Raybon. Теперь я могу их смело сюда прятать и использовать этот чехол, в принципе, для них. Так что огромный плюс Xiaomi, что в эту стоимость они включили еще и не просто кейс, а действительно такой годный, высокотехнологичный девайс для ваших очков. Тряпочка для протирки меня тоже поразила. Она действительно хорошо протирает от различных жирных пятен, от различной пыли, от влаги, которая выделяется от лица, от пота. Так что здесь действительно смело можно поставить оценку 5. Здесь используется вот такая магнитная вставка, и здесь также присутствует металлическая вставка для того, чтобы происходило вот такое вот крепление. Очень удобно, и это позволяет данному кейсу не расстегиваться, например, при транспортировке. Как видите, он у меня уже знатно поистрепался. Здесь у него есть определенные косяки. Это говорит о том, что я стараюсь тестировать все девайсы и устройства в максимально таких жестких условиях. То есть данный кейс я кидал просто в рюкзак, и в общем-то, как видите, он практически не потерял форму. Он остался в первозданном, в хорошем таком виде. Ну и теперь главный герой – это очки. Очки эти непростые. Они защищают от негативного излучения, в принципе, от любых источников. Это может быть солнце, это может быть компьютер. То есть не сам компьютер, а монитор компьютера. Это могут быть мобильные телефоны, планшеты. Не зависит от того, какой у вас дорогой, дешевый планшет. Любой планшет, любой смартфон, любой экран монитора, в принципе, излучает негативное свечение. Поэтому защитить от такого излучения помогут вот такие вот очки. Также, помимо всего прочего, ультрафиолет, который излучает солнце наше, всеми любимое, он также вреден для глаз. Так что данные очки будут удобны тем, кто водит, например, за рулем и не хочет одевать солнцезащитные, например, вечером. Потому что вечером, если вы оденете солнцезащитные очки, то в пасмурную погоду вечером они будут мешать обзору, будет плохо видно. А данные очки позволяют уничтожить весь ультрафиолет, чтобы он не дошел до глаз. И при этом они кристально чистые и позволяют вам увидеть все, что происходит на дороге. Так что очень удобное продуманное решение. Также они подойдут просто как стильный гаджет стильного молодого человека или девушки. Я отдавал их примерить разным людям, как девушкам, так и парням. И, в принципе, они подходят под совершенно разные лица. И более пухлые, и худенькие. Так что, в принципе, я думаю, что ни у кого не возникнет проблем, что эти очки, например, не подошли кому-то. По поводу линз. Линзы делает компания Hoya, японская компания, которая всем известна, кто занимается более не менее фотографией. Hoya делает защитные стекла для практически всех объективов, которые существуют сейчас в мире. Причем делает это очень давно. Так как это, в первую очередь, очки для защиты, то хотелось бы немножко пробежаться по цифрам. Данные очки обеспечивают защиту от синих волн, которые спускают различные мониторы, телевизоры и, в общем-то, различные мобильные устройства на 35%. Если вы хотите защиту от ультрафиолета, то здесь она практически стопроцентная. 99 с копейками. Так что, ребят, на самом деле, это годный девайс для тех, кто регулярно находится на солнце, для тех, кто регулярно читает различные новости, находится за компьютером, кто занимается вебом, кто является фрилансером. То есть, это, в принципе, девайс для каждого. Хотя многие недооценят этот девайс, многие скажут, что это пустая трата времени, денег и всего остального. Но когда ваше зрение начнет садиться, вы будете кусать локти, потому что этот девайс стоит по меркам лечения зрения просто копейки, сущие копейки. Также мне понравилось, что в данных очках очень все модульно и очень все быстро как отсоединяется, так и присоединяется. Например, этот носоупор, он сюда вставляется, мало того, что он крепится на магнит, так он еще и вставляется сюда просто как какой-то пазл. То есть, видите, здесь идет металлическая площадка, и здесь используется вот такой магнит. И мало того, что он просто друг в дружку вставляется, так он еще и там примагничивается. То есть, такая двойная, скажем так, защита, двойной такой крепеж. Дужки присоединяются тоже очень интересно и необычно. Как видите, здесь нет никаких таких винтов, которые бы крепили данную дужку к корпусу очков. Для того, чтобы сменить дужку, нужно просто повернуть по часовой стрелке и она легко вытаскивается. То есть, очень интересная, очень простая модульная конструкция и такого решения я, в принципе, не видел нигде. Ну и, конечно, вставляется точно так же, раз и у вас готовые очки к использованию. В сложном состоянии они очень компактные, в принципе, как обычные солнцезащитные очки. Могу отметить высокое качество материалов и стильность этих очков, то есть, они, в принципе, не портят ваш внешний вид и, конечно, могут даже подчеркнуть вашу деловитость, может быть. Материалы, из которых сделаны очки, действительно высокопрочные, хотя поначалу кажется, что это всего лишь пластик, но это специальные материалы, которые при падении максимально будут сопротивляться разрушению. Если вам, например, не нравится черный цвет, то в наличии есть еще синий и оранжевый. Так что можете посмотреть. Ссылку, где я купил эти очки, я укажу в описании. Я покупал их на GearBest, но данные очки там были только в одном цвете. Это, к сожалению, было недостатком. Я бы хотел себе либо оранжевый, либо синий. Ну, что имели, то купили. Во всяком случае, там была самая вкусная цена. Но ссылку на Алиэкспресс я оставлю. Вы можете там посмотреть, выбрать себе различные цвета, если для вас цена, например, не имеет значения. На GearBest все-таки была низкая цена, плюс там был купон у меня, еще кое-какие бонусы. И я решил их купить именно там. Так что, кому интересно, заходите в группу ВКонтакте. Там бывают различные купоны, скидки. И я для своих подписчиков делаю определенные бонусы. По поводу самих линз, они не стеклянные, как это пишут на различных сайтах, как об этом говорят различные обзорщики. Они из полимера. Эти линзы, они очень интересны тем, что они, в принципе, нейтральны. То есть, если вы увидите, то они не искажают пространство. Вот я сейчас, видите, палец завожу. И палец не увеличивается и не уменьшается. Причем на различном расстоянии. Это говорит о том, что они нейтральны, они нисколечко не повредят вашему зрению. Так что, не стоит бояться, что это, скажем так, пластик. Потому что это, на самом деле, не пластик, а полимер. А полимер, он бывает разный. То есть, бывает вредный, бывает невредный. Компания Хоя зарекомендовала себя по всему миру, как компания, которая знает, как делать защитные стекла, знает, как делать оптику. Поэтому, никаких претензий здесь быть не может. Благодаря тому, что очки сделаны из такого специального пластика, он мало того, что прочный, так еще и легкий. По заявлению производителя, данные очки весят 21 грамм. Давайте сейчас проверим, сколько они на самом деле весят. Как вы могли заметить, очки весят даже меньше на 1 грамм. Но, учитывая то, что погрешность моих весов 1 грамм, то, скорее всего, данные очки 100% соответствуют заявленным характеристикам. А теперь давайте выделим конкретно категории людей, которые должны пользоваться такими очками. Первое, это люди, которые регулярно сидят за компьютером. То есть, это не 1-2 часа в день, это по 3-5 часов, а то и весь день за компьютером. Это может быть ноутбук, это может быть стационарный компьютер. Совершенно не важно. Не важно, какой у вас дорогой, недорогой монитор. Эти очки вам 100% нужны. Также это относится к тем, кто залипает в своих смартфонах по 3-4 часа в день. Это как минимум. Если 3-4 часа вы залипаете, значит это девайс для вас. Также это относится к планшетам. Тем, кто читает на планшетах, проводит различные презентации. Если вы больше 2-х часов залипаете за экраном вашего мобильного устройства, то все-таки рекомендуется покупать такие очки и использовать их. Конечно же, в первую очередь это относится к геймерам, тем, кто играет по 20 часов в сутки в различные игры. Для вас эти очки это вообще просто палочка-выручалочка. Как я уже говорил, также подойдет совершенно любым водителям. Не важно, вы ездите 1 час в день или может быть 2 часа в день. Совершенно не имеет значения, потому что ультрафиолет, который находится в солнечном свете, он очень вреден и ядовит для зрения. Ну и теперь немного о самой компании. Компания Roidmi очень активно развивается. Компания Xiaomi прикупила этот бренд, когда он был самостоятельным, еще 3 года назад. У меня на канале вы можете найти различные девайсы от компании Roidmi. Это и сплиттер в прикуриватель для автомобиля, это и Roidmi 1, Roidmi 2. Это такие трансмиттеры, очень умные, технологичные. Можете также посмотреть обзоры. Действительно годные девайсы, я каждый день ими пользуюсь. Практически каждый день, когда я за рулем, я пользуюсь. Поэтому эта компания для меня близка. Эта компания, ну скажем так, довольно интересна для меня уже с точки зрения не только как автолюбителя, но и с точки зрения просто любителя компании Xiaomi. Еще по поводу очков забыл сказать, что данные очки сделаны из материалов, которые являются жироотталкивающими и влагоотталкивающими. То есть смотрите, я жирно прямо вот так стараюсь нанести свой отпечаток пальца сюда на очки, а он здесь не остается. Это как раз и является огромным преимуществом. Не придется их протирать и постоянно, чтобы они пачкались. Например, те же Ray-Ban. Вот мои Ray-Ban, они являются практически такими же, но материалы здесь, конечно, не такие технологичные. То есть если вы начнете вот так вот касаться, оставлять жирные вот такие пятна, то все это здесь остается. И потом очки приходится постоянно протирать. Заметьте. Ну и по поводу цены данные очки покупались в районе 45 долларов. В Китае они вообще стоят около 30, даже меньше, там 27 долларов. То есть если вы жили в Китае, вы могли бы их купить там примерно за 25 долларов плюс-минус. А покупая через перекупщиков в различных магазинах, то не стоит рассчитывать на цену меньше 40 долларов. Но в любом случае эти очки стоят каждого цента, который на них был потрачен. Мне они очень понравились. По ощущениям они не вызывают дискомфорт. Они очень стильные, они легкие, они на голове сидят очень удобно. И получается, что когда вы их носите, вы просто не замечаете, что они у вас есть. Ну, понятное дело, вы видите ту же оправу и все остальное. Но в целом вы потом забываете о том, что они у вас есть и просто наслаждаетесь. Кстати, по поводу цветов. Они немножко приукрашивают цвета. То есть белый становится слегка желтым. Но это особенность именно линз, которые являются фильтрами. По сути фильтрами некоторого спектра свечения. Ну и сами линзы, они сделаны по специальной технологии. Из 9 различных защитных слоев. Здесь компания, конечно, потрудилась и влила сюда немало денежек. Если у вас есть какие-то дополнения, пишите их в комментариях. Если есть какие-то вопросы, также задавайте их в комментариях. Где купить эти очки, я укажу по ссылке в описании. Можете посмотреть, где купил их я или купить там, где найдете подешевле. Спасибо всем за просмотр. Если видео было вам полезным или интересным, не забудьте его поддержать. Поделиться им с друзьями. Обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там бывают скидки, купоны, все-все-все остальное. Также вы можете воспользоваться кэшбэком, которым лично я пользуюсь уже около двух лет. И, в общем-то, подписывайтесь на канал. Тут бывают различные интересные видосы. Надеюсь, что мои видео, моя подача вам интересна. Я стараюсь делать максимально подробные и максимально честные обзоры спустя определенное время, когда попользуюсь действительно девайсами. А не так, как некоторые покупают устройство и сразу запиливают на него обзор, даже не зная, что это такое и не разбираясь в этом устройстве. Ну что ж, всем хорошего настроения и пока! Субтитры создавал DimaTorzok